Приветствую вас, друзья мои! После отпуска я в первые же дни пошла гулять по Риму. Мне так хотелось вновь погрузиться в атмосферу города, и, конечно же, было интересно посмотреть, много ли туристов сейчас в Вечном Городе. Ведь это не просто месяц август. Обычно в августе город пустеет, местные жители уезжают на море и в горы, а по городу гуляют только туристы. А это август 2020 года, когда многим пришлось отложить поездку в Италию. Я попытаюсь передать атмосферу города. Даже находясь дома через экран, сегодня вы переместитесь в Рим. Постараюсь сделать видео интересным и насыщенным. Мы находимся на площади Испании, которая знаменита своим фонтаном Баркачча, это работа отца и сына Бернини, и грандиозной барочной испанской лестницей. Если на испанской лестнице с лета 2019 года запрещено сидеть, то на фонтан этот запрет не распространяется. И каждый может присесть и отдохнуть у одной из главных достопримечательностей Рима. Это видео я снимала во второй половине дня. Как видите, туристов в городе очень мало. На улицах Рима еще больше появилось самокатов. Ведь в такую жару лучше с ветерком по городу, чем медленно передвигаться под палящим солнцем. И вообще сейчас по всему городу прокладывают велосипедные дорожки, что очень радует. Это полезно для здоровья, да и дышать в городе будет легче. На площади Тринитада и Монти находится церковь Пресвятой Троицы на холме Пинчо. Там вдалеке вилла Медичи. Эта вилла носит имя знаменитой итальянской семьи Медичи. И это было одно из первых владений династии Медичи в Вечном городе. В XVIII веке вилла перешла во французские владения и стала Французской академией изящных искусств. Субтитры создавал DimaTorzok Про фонтан пушечного ядра я уже рассказывала, но это видео я удалила. Кто-то из вас эту историю слышал и запомнил, но хочется, чтобы ее узнали и те, кто недавно подписался на канал и присоединился к нашим прогулкам. Итак, легенда гласит, что однажды шведская королева Кристина, прибывшая с визитом в Рим в 1655 году, пообещала одному французскому художнику во время его пребывания на вилле Медичи, что если она не сможет попасть к нему навстречу вовремя, то непременно даст о себе знать. Находясь в замке Святого Ангела, она выстрелила из пушки в направлении виллы Медичи. Ядро долетело до ворот здания, не причинив ему никакого вреда. И именно это ядро в память об этом случае установили в бассейне фонтана, взамен предыдущей лилии. Можно не поверить в эту историю, зная расстояние от замка Святого Ангела до виллы Медичи, но круглая вмятина на бронзовой двери уж сильно похожа на след от пушечного ядра. И приходится верить. А про саму шведскую королеву Кристину я расскажу вам, когда буду в соборе Святого Петра, ведь королева похоронена именно там, а история будет очень интересная. Я опять вернулась к испанской лестнице, чтобы прогуляться по одной из главных улиц города. Сидеть на испанской лестнице запрещается. И долгое время наблюдала за сидящими туристами. Думала, что уже отменили этот запрет. Но нет, все-таки полиция подошла и сделала замечание. Значит, запрет еще в силе. Испанскую площадь называют многонациональной площадью не потому, что здесь много туристов со всего мира, а потому, что на маленькой площади есть английская чайная, испанское посольство, кафе Греко, французская церковь. Вот так бывает. Я пошла по улице Кондотти, одной из самых известных римских улиц. Именно здесь располагается большинство роскошных бутиков одежды. А между тем название улицы переводится как «водопроводная». И здесь же находится магистральный дворец или палаццо Мальта. У суверенного ордена госпитальеров в Риме два владения. Магистральный дворец на улице Кондотти и вилла Мальта, про которую я вам недавно рассказывала. Под видео оставлю ссылку. Кому будет интересно, посмотрите. Это старейшее рыцарское братство в мире. На перекрестке, где пересекаются Вио Кондотти и Вио Дель Корсо, я перешла на Вио Дель Корсо. От Вио Дель Корсо по обе стороны отходят улицы. Вышла к площади Сан-Лоренцо-ин-Лучино. На этой площади стоит одноименная церковь. Церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучино – одна из старейших христианских церквей Рима. Она была построена в IV веке на месте дома римлянки Люцины. Это дом II века н.э., в котором были обнаружены расписные фресками стены и пол из черно-белой мозаики. Остатки этого дома до сих пор сохранились. Они находятся под церковью. И там же находится небольшой фрагмент солнечных часов императора Августа. В окрестностях именно этой церкви были найдены остатки алтаря мира. В начале XII века Папа Пасхалий II перестроил церковь. К этому времени относятся портик, колокольня и два порфировых льва у входа. В XVII веке церкви придали барочный стиль. Как, впрочем, и многие церкви были перестроены в это время. Здесь возвели главный алтарь с четырьмя колоннами из черного мрамора, а художник Гвидоренни украсил главный алтарь полотном распятия. У главного алтаря церкви хранится решетка, на которой святого Лаврентия зажарили заживо. В часовне Форсека есть работа Бернини. Там находится бюст португальского врача Габриэля Форсека. Этот бюст изготовил Бернини. А остальные бюсты – это работа его учеников. Здесь, так же, как и в любой церкви Рима, очень много надгробных плит и захоронений. Даже на кладбище ходить не надо. Оно находится в каждой церкви Рима. Только в Риме можно встретить такое. Прогуливаясь по главным улицам города, где много магазинов, дорогих бутиков, скромно между домов зажата церковь, которую построили в IV веке. Каждый из туристов прокладывает свой путь по Риму. Я же частенько захожу в церкви. Перешагнув порог из современного Рима, я попадаю в другой век. Согласитесь, что это непередаваемое ощущение. Площадь колонна. Ее сложно пройти мимо, если вы прогуливаетесь по Вио-дель-Корсу. До 1870 года Рим находился под властью пап. В 1870 году папское государство прекратило свое существование из-за того, что Италия стала единой, а Рим стал ее столицей. Когда Рим стал столицей Италии, город не только изменился внешне. Появились новые памятники, новые улицы, здания. Но и люди стали меняться. И стала меняться их жизнь. В столицу Италии, в Рим, стали съезжаться предприниматели, чиновники. Эти новые богатые люди приезжали в основном из Северной Италии. И поэтому в Риме появились новые праздники, развлечения и традиции. Если раньше места встреч были на частных резиденциях римской знати, то новая волна богатых людей предпочла встречаться на открытых местах. Именно в этот период было открыто много баров, и многие из них выставляли столы на улицу. И в наше время мы можем частенько увидеть на улицах Рима выставленные столы на улицу. Вот так раньше выглядела пьяцца-колонна. Здесь работали бары, продавали выпечку и знаменитые в то время засахаренные фиалки. Столы стояли на улице, народ собирался на площади, они покупали разнообразную выпечку, напитки, общались, веселились, а по выходным здесь звучала музыка. Таким Рим еще никогда не был. Я вышла на одну из улиц, которая приведет меня к фонтану Треви. Фонтан Треви – это самый известный в мире фонтан. Он впечатляет своей красотой и монументальностью. Фонтан Треви считается самой молодой достопримечательностью Рима, но ее знает каждый турист. Он послужил источником вдохновения и в мире кино. Всем известный фильм «Сладкая жизнь», «Три монеты в фонтане», «Римские каникулы», комедия, безумно влюбленная с участием Адриана Челентано. Если вы еще не смотрели эти фильмы, я советую их посмотреть. Они сняты в разное время и передают атмосферу того времени. Сейчас на фонтане нельзя сидеть, купаться, закупание штраф 450 евро. А раньше все было по-другому. По этой маленькой площади ездили даже автобусы и машины. Если бы вода умела говорить, сколько бы историй она нам рассказала о тех, кто был здесь. Ведь за день проходят тысячи туристов. У фонтана Треви встречаются влюбленные, делают предложения, клянутся в вечной любви, бросают монету в фонтан, чтобы вернуться в Рим. В эти тяжелые месяцы для всех туристов у фонтана, конечно, сейчас меньше. Продолжение следует... Невозможна прогулка по летнему Риму без мороженого. Сегодня я покупаю мороженое в Венке. Выходя с узких улочек на пьяце Делла Ротонда, перед нами появляется лучше всего сохранившийся монумент Древнего Рима – Пантеон. Обычно на этой площади всегда много народу. Но в этом году, как видите, народу очень мало. Люди неспешно рассматривают храм всех богов снаружи, а те, кто решил войти внутрь, должны отстоять очередь. Вход в закрытое помещение обязательно в масках. И при входе у каждого проверяют температуру. Такие сейчас условия. Пройдя через огромную бронзовую дверь, вы попадете в зал, стены и пол которого полностью покрыты мрамором. А отверстие в грандиозном куполе диаметром около 8 метров служит единственным источником света для интерьера. Мы уже много говорили о Пантеоне и еще много будем говорить. Сегодня же я больше внимания уделяю атмосфере, царящей в городе. Питьевые фонтаны или насоны встречаются по всему Риму. Они находятся на каждой площади и углу улицы. Само название означает «большой нос», потому что форма крана напоминает нос. Питьевые фонтаны в Риме установлены в 1870-х годах, чтобы на улицах всегда была чистая питьевая вода. Это так удобно в летние месяцы, когда температура доходит до 35 градусов. На сегодняшний день в Риме насчитывается около 2500 питьевых фонтанов. Бесплатная питьевая вода. Можно попить и набрать в бутылочку. Прогуливаясь по Вея-дель-Плебешиту, напротив церкви Иль-Джизу находится палаццо Альтьери. Рассматривая его, вы увидите два небольших окна, которые, кажется, не вписываются в архитектуру здания. У этих окон есть своя история, которая восходит к тому времени, когда был построен дворец. В 17 веке кардинал Альтьери решил построить дворец на площади Иль-Джизу напротив одноименной церкви. Для начала строительства кардинал скупил все дома в выбранном месте с целью потом их снести и построить дворец. Однако одна упрямая, несговорчивая, одинокая пожилая женщина отказалась продавать дом. Это была вдова сапожника. Женщина хотела умереть в том доме, где жили ее предки и муж. Ни угрозы, ни деньги не решили этот вопрос. Тогда взбешенный кардинал обратился к папе Клименту X, а Климент X сказал, что волю женщины следует уважать. Так вот, дом старухи был встроен в здание. Сейчас его уже нет, но два небольших окна до сих пор напоминают нам эту историю. Плохая новость, друзья. С 13 августа 2020 года YouTube прекратил отправку писем с уведомлением о новых видео на канале. Данные функции по статистике YouTube пользовались очень мало, и YouTube отказался от этой функции, на поддержку которой тратились деньги. Теперь, кто ставил колокольчик и ждал оповещения на электронную почту о выходе новых видео, больше их получать не будут. Очень жаль. Я знаю, что многие из вас пользовались этой функцией. У меня и так мало просмотров, а теперь будет еще меньше. Хочется надеяться, что вы досмотрели это видео до конца и прогулялись вместе со мной по Риму. Благодарю вас за ваши комментарии и поддержку канала. Ставлю на загрузку это видео и сразу же начинаю обрабатывать материал с поездки на Амальфитанское побережье. Видео должно получиться очень длинное, красочное и интересное. Чтобы не пропустить его, почаще заходите на мой канал и проверяйте новые видео. На этом я прощаюсь с вами. И до новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!